С началом весеннего призыва в военкомате заработали первые медицинские комиссии. С признанными годными к службе призывниками знакомится уже призывная комиссия. По традиции сразу нескольких сочинцев специалисты отбирают в президентский полк. Служить отечеству юноши будут, как и прежде. Один год информация об увеличении срока службы оказалась лишь слухами, отмечают в военкомате. 220 призывников – цифра небольшая, но этому есть объяснение. Контракт на службу понемногу увеличивается, срочная служба понемногу сокращается. Естественно, это уже приводит к тому, что у нас уже будет возможность отбирать на срочную службу наиболее лучших, качественно подготовленных ребят. Уйдут служить все. Просто сейчас, допустим, будут идти наиболее подготовленные из старших возрастов. Сегодня, подчеркивают, в сочинском военкомате все больше юноши и их родителей меняют мнение об армии. Многие сами изъявляют желание служить в рядах вооруженных сил. Действительно, судя по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, доверие россиян к армии за последние 10 лет только растет. Все больше людей считают, что армия – это приоритет для государства, что служба становится все более престижной. 71% участников опроса в группе допризывной молодежи планируют послужить. Я бы назвал первой причиной – это, конечно, подъем патриотический. Второе, я бы, наверное, привел пример, это то, что уже появилось наказание для тех, кто не хочет служить в армии. Уже ни один у меня получил справку, не служил в российской армии, не имея на это законных оснований. Она не дает ему права ни в одну силовую структуру поступить на службу, ни в госслужбу, ни в нормальное учреждение. Мальчик уже не поступит работать. Его просто не будут брать. В целом же весенний призыв продлится 106 дней и закончится 15 июля. Отличится весенний призыв 2016 несколькими нововведениями. В этом году каждый призывник получит так называемый НССР – унифицированную сумку со средствами личной гигиены, что, как предполагается, повысит комфорт службы. А еще, начиная с этого года, на каждого призывника оформляется электронная карта. Она содержит биографическую информацию, медицинские показатели, профилирующую специальность. Такой подход позволит упростить и ускорить процедуру назначения на должность. Кроме того, электронная система дает возможность вести воинский учет и после прекращения службы. Продолжение следует...